Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня у нас будет коротенькое видео Фаберлик. Я заказала необычные вещи. Одна из них, ну, нестандартные, во всяком случае, вот, например, обувь на шпильке. Посмотрите. Заказала еще носочки. Мы с вами не пробовали носочки. Я надеюсь, что в Фаберлик носочки такие же качественные, как и другая одежда. Вот такая кофточка, которую на мне, помните, я заказывала себе штаники домашние и потом говорила, что обязательно возьму кофточку. И знаете, я очень-очень довольна. Вот сегодня я в ней снимаю видео. Она вот досюда, вы не помятая, а дальше она помятая. Но я вам сейчас покажу, как вместе с брюками смотрится этот комплект. И я вам скажу, что он просто на высоте. Во-первых, это красивый цвет. Во-вторых, это невероятно приятная ткань. А в-третьих, это все свободно, оно прям струится, знаете. И кто-то из соседей в тот момент, когда я включила камеру, начал стучать. Поэтому я надеюсь, что вас, так как меня, это напрягать не будет. Давайте просто посмотрим на костюм сначала. Как видите, он прекрасен. Да, и еще смотрите, как красиво виднеется моя татуировка оттуда. Я даже не думала, честно говоря, я даже думаю, вот что, как одевать. Но это нюансы уже, да, чтобы там татуировка выглядывает. Да, мне нравится, что ее видно не полностью, что она немножко выглядывает. Мне кажется, это очень сексуально. Все видно в моих глазах, да. Подождем. Вот я и вернулась через какое-то время. И за это время я начала днем съемки. А потом начали сверлить. Это уже было при вас. И потом у малыша поднялась температура. Все в раз. Он начал как приизничать из-за этого звука. Нам пришлось выйти из дома, пока не закончат все это. В общем, в 7 часов мы вернулись. У пацана опять поднялась температура. Я его только уложила. И вот к вам вернулась. Надо закончить видео и показать вам все. Он, слава богу, сейчас спит. Все хорошо, крепенько. Поэтому мы можем с вами продолжить. Итак. Пижама, как вы видите, очень крутая и классная. Ткани у них натуральные. Вообще, мне Фаберлик очень нравится. Если честно, именно качество. Качество. Вот про косметику там 50 на 50. Не все мне нравится. Но одежда, что детская, что женская. Я вот прям, вот прям очень мне нравится. И еще я покупаю иногда обувь у них. И вот сейчас тоже купила обувь. Кроссовочки у меня были там. Вы уже могли видеть. В принципе, очень удобные. То есть никаких нареканий нет. Чтобы что-то натирала там. Или как-то было некомфортно. Еще кто меня смотрит, новые люди, вновь пришедшие. Может быть, кто-то не смотрел мои старые видео. Фаберлик, да. Я отдаю предпочтение. Нам бы вам вот такой вот консилер. Корректор под глазки. У Фаберлик их два. Два цвета. Более светлые, более темные. Они достаточно темные. То есть светлый он не такой, что он прям светлый. На мою загоревшую кожу он отлично ложится. И девочки, кто ищет хороший консилер, попробуйте. Потому что именно этот консилер не оставляет разводов. То есть он сразу раз-раз, все. Я могу целый день ходить, и он не будет скатываться. У меня много разных консилеров. И дорогие, и недорогие. Ну, вот... Ну, вот этот консилер стоит там в районе 400 рублей, по-моему. Если я не ошибаюсь, может быть, даже дешевле. И просто он number one. Вот, попробуйте обязательно. Он очень крутой. Также мне в фаберлик, у меня подружка, на самом деле, Леночка, черненькая, она занимается фаберлик. И она сказала, по-моему, она мне сказала, что там офигенные, просто офигенные салфетки для удаления пятен. Они прям обязательно нужны. Вообще, я заметила, что влажные салфетки, я не знаю, чем они пропитаны, но они убирают все. Реально. Мне, по-моему, даже Кристинка удивилась как-то и сказала, говорю, ну, протри салфеткой. Какое-то там пятно, и оно просто исчезло. Хотя, казалось бы, для детей салфеточки делают, и тем не менее, они убирают пятна. А тут еще влажные салфетки для удаления пятен, экспресс-помощь. Не знаю, чем они пропитаны, но я думаю, что такие салфетки должны быть. И, кстати, я их взяла в подарок. То есть, в фаберлик есть такая вещь, что если вы много всего покупаете, там какие-то бонусы накапливаются. И вот как раз-таки я на эти бонусы взяла себе попробовать две пачечки. Вот попробую, расскажу обязательно. Потому что у меня магазин, и бывает, знаете, в магазине особенно нужно это экспресс. Никогда же не знаешь, это все-таки вещи, да, вот какие-то человеческие факторы. Там что-то упало, какое-то пятнышко где-то что-то появилось. Нужно сразу затереть, чтобы все было чистенько. Вот, такие салфетки в помощь. Ну, а с малышом так вообще. Короче, попробую, расскажу. Также я решила взять, протестировать, по-моему, я еще ни разу не брала фаберлик носочки. Взяла такие носочки, сейчас мы с вами откроем их, посмотрим. Потому что я вообще хотела носочки взять коротенькие. Я сейчас просто кайфую от носочков New Balance, на самом деле. Они летние, которые выталкивают влагу на поверхность. Офигенские просто носочки. Но также и в фаберлик, так как я люблю качество, я решила попробовать. Одни носочки я взяла вот такие вот. Ну, классно, да, пяточка, носочек синий, чтобы не сильно было видно, что пачкается. Я люблю вот такие носки короткие. Именно, не знаете, как следочки, потому что в кроссовках, когда как следочки такие очень укороченные, у меня все время пятка спадает, даже если она на силиконе, там, в общем, не важно, не очень удобно, все спадает, скатывается с пятки, да, потому что мы идем, и вот все глотается. Поэтому я люблю укороченные, но такие, чтобы они держались на щиколотке. Вот, сейчас померю. И скажу вам. Ой, классненькие, на самом деле. Ва, классные. Могла бы как-нибудь покрасивее ноги показать, да? Еще взяла такие белые, но это, по-моему, я две пары взяла. Не знаю, зачем, просто две пары. 80% хлопок, кстати, у белых, а у синих тоже 80% хлопок. Короче, они одинаково, из одинакового состава. Сейчас посмотрим. Размеры 37-38. Короче, белых я взяла две пары, потому что белые, они подо все. Сейчас я хожу все время в кроссовках, и только коротенькие белые носочки тогда идеально становятся. Никакие не цветные, ничего. Я, кстати, не знаю, даже вот эти синие, они подойдут или нет. Так, вот такие беленькие. Очень нормально, блин, вам показать. Очень нормально показать вам носки. Вот. Это нормально? Ну, мне нравятся, приятненькие, кстати. У них какая-то затяжечка вот здесь, вот на серединке, что держит так. Ну и беленькие тоже такие же. Хорошие. Нормально, что я так показываю, Гриш? Это не слишком позорно? Не знаешь? Если я так покажу, то, что ты лучше ножку задирала. Ты тоже ножку задирала? Ну ладно. Тогда нормально. Если ты ножку задирала, ты юрист. Ножки задираешь, ты наканчиваешь. Ты даже твои у меня. То я-то вообще подавно мне точила. Короче, носочки классные, одобряемся. Вот эти вот коротенькие попробуйте. Мне кажется, вам понравятся. Еще, прежде чем показать обувь, я вам скажу, что... Короче, как-то я заказывала в Фаберлик средства для мытья посуды. У них средства есть и для детей. То есть здесь написано 0+. То есть они такие вот на каких-то там натуральных, наверное, да? Сейчас почитаем. Концентрированное средство для мытья посуды с биоэнзимами. Вот. Я взяла... Короче, я давно брала. И мне, знаете, честно, особо не понравилось. Я привыкла к этому фейри, который капельку добавляешь и все вот так, да? Здесь, конечно, не так. Здесь не капельку добавляешь, хоть он и концентрированный. Но приходится добавлять нормально, как бы. Средство, как обычное средство. Но у меня была недавно Ленок Хэппи. И она прям... Блин, такое классное у тебя мощное средство. Я говорю, чем оно тебе нравится? Не знаю, говорит, оно так классно. Там пенится, то-се, там аромат. Ну, что-то ей понравилось. И я такая раз и пересмотрела. Думаю, может, правда классное средство? Ну, вот классно в нем что? Что оно для деток 0+. И у меня какое-то классическое там было. Ну, в этот раз, я думаю, раз оно понравилось, оно уже тем более... На самом деле оно служит достаточно давно. Вот такая вот бутылочка. И я решила взять вот такое яблочное. Хочу с вами понюхать, пахнет яблоком или нет. Класс. Очень приятный аромат. Короче, вот я мою для мытья посуды все, что под для деток. Уже никакого фейри там, да? Не надо нам. Вот. Так что вот такие средства есть. И у них есть... Я на самом деле пользуюсь. И для полоскания белья тоже средство Фаберлик у меня. Оно тоже гипоаллергенное. И оно без особо сильного запаха. Вот у меня мама недавно пользовалась Ленорой. Она говорит, ой, прям такой запах. Еще и для детей написано Ленор, да? Ну, я люблю Ленор. Она говорит, а как для детей такой сильный запах? Прям мне аж тошно стало, да? Но на самом деле у них аромат очень сильный. Вот в Фаберлик такого нету. Но мне кажется, и эффект у Фаберлика от этого тоже немножечко другой. Но на любителя. Ну, вот, например, Леночке моей темненькой очень нравится. Она использует и говорит, вот как раз таки, чтобы не было запаха и ополоснуть. Это Фаберлик. Еще у меня порошок в Фаберлик есть. Ну, ладно. Поехали дальше. Дальше интереснее. Я заказала такую вот коробочку. Как вы знаете, что у меня есть магазин, да? И в магазине всегда же приходится что-то мерить на себя, надевать. И должна быть красивая обувь. И часто бывает, что я одеваю какие-то платья, а обуви у меня просто нету. И я давно уже присматривала. Вот я заказала недавно там в одном магазине, но мне по размеру немного не подошло. Там не угадаешь. То большемерки, то маломерки. Сейчас я заказала Фаберлик. В Фаберлик я уже беру третий раз обувь. И третий раз я убеждаюсь, что нужно брать размер в размер. То есть я ношу 37. И вот прям 37 девочки надо брать. И все идеально. Короче, вот такая вот обувь. Я не ношу на самом деле шпильки. Смотрите, какие они красивые. Тем более вот еще такие там, да? Но эти мне очень понравились. Они так красиво сидят на ножке. И на самом деле в них удобно ходить. То есть у них очень хорошая колодка. Да. Сейчас я померю вам и покажу. Теперь я взяла вот такие серенькие. Там большой выбор на самом деле. Есть бежевенькие, еще что-то. Я хотела взять что-то такое более универсальное, чтобы подходило под большинство нарядов, платьев там, да? Вообще, я думаю, классно пофотографироваться. Но вообще шпилька должна быть. А то у меня девчонки всегда как в фотосессии говорят, так, обувь, я говорю, у меня нету ничего на шпильке. Ну, пора как бы, да, вот для красоты. Очень красиво. Каблук? Каблук не металлический. Он пластмассовый. Или покрытый даже краской, да, такой? Угу. Пластмассовый. Ну да, кожзам. Покрытый. Ну, сделан достаточно красиво. Ты знаешь, я же брала для красоты, не так, чтобы прям, знаете, ходить. Конечно, обувь надо брать такую прям супер-пупер, чтобы надолго, да? А чтобы для красоты или мне как для магазина вообще отлично. Или сходить куда-нибудь один раз, выйти там для фотосессии. То-то. Сейчас я надену на себя эти прекрасные туфельки и покажу, как они смотрятся на моих ножках. В общем, вот такие покупочки Фаберлик у меня были в этот раз. Я очень довольна в очередной раз. Когда я заказываю Фаберлик, на самом деле в 90% случаях я очень довольна, потому что мне все нравится по качеству. Цена, качество и вот как-то ожидания мои оправдываются. А что может быть лучше, да? Вот. И надеюсь, вам понравилось мое видео. Если так, ставьте лайк. Кто в первый раз, подписывайтесь на мой канал. Ссылочку на Фаберлик я оставлю под видео. Смотрите, выбирайте. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok